Ну, Савик, я традиционный вопрос вам задам. Что вас потрясло на этой неделе больше всего или вы считаете самым значимым? Я думаю, что не потрясло, но самым значимым можно как-то определить. После визита президента Си в Москву, в Кремль, это была такая достаточно громкая неделя, и все об этом событии говорили. А вот после этого визита, что мы можем сказать? Вот, скажем, в воскресенье мы услышали от господина Путина новость о том, что ядерное тактическое оружие будет размещено в Белоруссии, это весь мир обсуждал, естественно. А потом, что у нас было? У нас было на протяжении недели, значит, большое жюри, это вот буквально вчерашняя новость, большое жюри присяжных в Соединенных Штатах. То есть, скорее, в штате Нью-Йорк Манхэттенский окружной суд дал право выдвинуть обвинение, уголовное обвинение Дональду Трампу. Это первое в истории уголовное обвинение, которое, в общем-то, предъявляется бывшему президенту. Такого не было в истории Соединенных Штатах. Да, которые получают уголовное обвинение, ну, эксплуатацию. Да, уголовное обвинение. То есть, чтобы понимать, вот это гранд-джюри, да, гранд-джюри, то есть, вот мы называем это большое жюри, оно имеет право выдвигать обвинение. Да, а вот уже присяжные в зале суда, они уже будут решать guilty, not guilty, то есть, виновен, невиновен. Поэтому, значит, Дональд Трамп должен будет, конечно, ответить на вопросы, все вопросы в суде, по-видимому, потому что прокурор считает, что обвинения, они обоснованы. Но дело в том, сразу надо оговориться, что это не будет мешать Дональду Трампу проводить свою предвыборную кампанию, это не будет никак препятствовать в его президентской кампании, если он станет кандидатом от республиканской партии. И он даже может быть избран президентом, находясь в тюрьме. Поэтому тут не надо говорить о том, что каким-то образом политическая карьера Дональда Трампа очень сильно пострадает. Я думаю, что его сторонники настолько в нем убеждены и уверены, что все равно вот это вот решение гран-джюри в Нью-Йорке вот каким-то образом повлияет на их позицию. Тем не менее, это очень важная громкая новость, которая, естественно, обсуждается. Дальше в российских социальных сетях очень, так бы я сказал, интенсивно обсуждалась эта телефонная беседа между Йосифом Пригожиным и, как его, Сарханом Ахмедовым. Олигарх русский азербайджанского происхождения. Да, вот Ньюзвик оговорился и написал Ахмедов. Я бы там сказал, что это нехорошая очень опечатка такого важного издания, как Ньюзвик. То есть вот Ахмедов, это вот их разговор, такой очень жесткий по отношению ко всей путинской этой вот трате. И многие либеральные комментаторы, находящиеся за рубежом, не в России, оценивают это как раскол путинской элиты. Да, ну, мне кажется, что это не настолько значимое событие, честно говоря. Хотя о нем стоит поговорить, реально стоит поговорить, потому что непонятно, в чьих интересах это было сделано и какая цель в итоге. И кто это записывал, и кто это опубликовал, и зачем это было сделано. Но с моей точки зрения самое важное событие для меня лично – это арест в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича. Мы поговорим об этом подробно. Да, и это, конечно, да, и обвинение его в шпионаже – это такое событие, я бы сказал, ну, очень важное, если смотреть в контексте нескольких десятилетий, да, а не только вот нынешнего дня и нынешней эпохи. Потому что в советское время журналистов высылали, если они не соответствовали интересам коммунистической партии. Вот, к примеру, там, в 80-х годах, в начале 80-х был выслан из Советского Союза корреспондент как раз Ньюзвика, который в то время был реально очень влиятельным еженедельником, я как раз там сотрудничал, Андрюй Нагорский – это человек польского происхождения, он родился в Соединенных Штатах, я с ним, я под его руководством работал два года, он стал потом главой редакции в Риме Ньюзвика. Вот он был выслан, потому что он, конечно же, черпал информацию от диссидентов, естественно, он читал сам издат, естественно, он был, когда вот таким очень неприятным для Компартии человеком, его выслали. Но то, чтобы арестовывали журналиста и обвиняли его в шпионаже, это вот следующий шаг, это сейчас новый шаг. Я вам скажу, что это первый такой, первый прецедент аж с 1986 года, потому что вот в 1986 году последний раз Советский Союз задерживал, журналиста Николаса Данилова, US News and World Report сотрудника, и его через три недели после задержания, его тоже в шпионаже обвинили, его обвиняли на физика Геннадия Захарова. Да, это 1986 год, это уже горбачевские времена, правда, только начало, поэтому, как бы, да, еще у партии, то есть партии Горбачева еще не было такого влияния, да, как, скажем, в 1989. Да, дело Данилова, оно известно. Ну, вот дело Гершковича, я думаю, что будет еще более громким, потому что мы видим, что Wall Street Journal, то есть газета, корреспондентом которой он является, и он же вообще-то исследовал ситуацию с заключенными, которых Вагнер, как бы, да, вот, брал и отправлял в Украину. И он особенно интересовался женщинами, да, вот были ли женщины мобилизованы, грубо говоря, мобилизованы в кавычках Вагнером для участия в войне на земле Украины. Его арестовали, его обвинили в шпионаже, ну, и Wall Street Journal заявил, то есть, да, что надо, чтобы посол Соединенных Штатов покинул Россию, и все журналисты американские покинули территорию Российской Федерации. Они не просто это заявили, они призвали Байдена, они обратились к президенту США, чтобы он выслал всех американских журналистов с территории России сегодня и убрал, вообще закрыл посольство Америки. Ну, по поводу посольства, да, это можно обращаться к президенту Байдену, но, скажем, обращаться к президенту Байдену, чтобы он сказал New York Times, чтобы New York Times убрали своего корреспондента из Москвы, ну, это нереально. Это должна быть журналистская солидарность, так же, как это было, там, скажем, во времена Watergate, когда и New York Times, и Washington Post все сотрудничали, и была вот эта вот журналистская солидарность. Если она будет сейчас, то тогда американцы, конечно... Но, в принципе, смотрите, это сигнал для всех средств массовой информации, то есть любой человек, который будет из нашей профессии, который будет копаться в чем-то, что не устраивает российские власти сегодня, он будет арестован и обвинен в шпионат. Ну, а скажите мне, в Северной Корее много журналистов в США сейчас работает? Ну, это... Ну, а чем отличается это всем, нужно понимать. Чем отличается Россия сегодня от Северной Кореи? От самых злобных и самых кровожадных диктатур? Ну, ничем, она сегодня является примером, именно примером того, до чего может дойти сумасшедший шизик, охваченный жаждой власти и крови во главе страны. Ну, да, Леся, да, вы знаете, я так... Попустительство собственного народа. Ну, вот это Россия, это картинка. Ну, это одна из картинок, скажем так. Ну, понимаете, то есть, ну, всякими эпитетами можно как-то накрыть эту путинскую власть, но угроза в том, что, понимаете, вот это же такая серьезная штука, да, вот когда берут, ну, на чем основана, скажем, вот цивилизация сегодняшняя, которую мы пытаемся как-то защитить, вот европейско-атлантическая, вот эта вот цивилизация, которая вот открытое общество. Открытое общество, оно зыждется на четвертой власти, потому что эта четвертая власть как раз балансирует между всеми другими, да, и защищает интересы общественности и общества. Ну, естественно, в России такого, в сегодняшней России, такого не может быть, и мы это понимаем, потому что Путин сегодня, он и глава государства, он и глава правительства, он и глава суда, он и глава парламента, он и глава всех средств массовой информации. Поэтому это власть одного человека, это же сближает Россию с Китаем, потому что если в Китае была диктатура партии, то сейчас это диктатура одного человека. И вот это вот, это двух этих вот диктаторов и сближает Си и Пу, как их вообще называют в народе. Да, вот, поэтому это достаточно такая, я бы сказал, важная и тревожная новость. И, в принципе, если мы не будем получать вот какую-то информацию из России, это будет потеря для нас всех. То есть мы, западные корреспонденты, это единственный источник информации, сегодня реальный, потому что они находятся на месте, и многие вещи видят, и нам это рассказывают. И если мы теряем этот источник, в принципе, мы вообще не знаем ничего о враге Украины, то есть о стране, которая вот бесчинствует на украинской земле. Поэтому я считаю, что это серьезное очень событие. Если вдруг так окажется, что редакции, вы знаете, вот это же очень сложно. Я помню даже вот из моего опыта, когда Вторая Чеченская война, оставлять корреспондента в Грозном или не оставлять, это был вопрос Радио Свобода, да, потому что они реально находились под угрозой либо ареста, либо похищения, что в итоге и случилось с Андреем Бабицким. Но это никто не помнит, но неважно, это я просто называю фамилию, но не буду как бы в личности уходить. Да, это было очень серьезное решение, оставлять журналиста или не оставлять. В итоге я решил, что, ну, я решил вместе с журналистами, которые находились в Чечне, да, ну вот они там остались до последнего. Но в принципе это очень сложное решение, поэтому многие, особенно зная американскую осторожность, это очень осторожные люди, они могут пойти на тот шаг, что вот, ну, мы не хотим подвергать наших журналистов, корреспондентов вот такой опасности, как арест за шпионаж. Понимаете, 20 лет грозит человеку, это же не шутки. Энтони Блинкин сказал, он призвал всех граждан США, отвечая на этот арест, как можно скорее покинуть Россию. И Байден, Джо Байден уже прокомментировал эту историю, он сказал, отпустите его, обращаясь к России, к Путину, отпустите его. Ну, верно, это верно, понимаете, ну, вот, мы же, сначала у нас история с баскетболисткой. У нее нашли там какой-то картридж с маслом каннабиса, в общем, ну, вообще-то, то есть ни о чем. Ну, вы видите, был обмен, был обмен, и получили Бута себе обратно, то есть торговца оружием, международного преступника, по большому счету. Сейчас, с одной стороны, вот, скажем, Христо Брозев, я его, я слушаю его комментарии, он говорит, что, конечно, возможно, это пополнение фонда на обмен, да, то есть, да, особенно имея в виду, что, скажем, там, Сергей Черкасов, человек, который задержан, и американцы хотят, чтобы он был экстрадирован, он там такой агент влияния и сбора информации, который был арестован. Есть другие, мы же читаем новости практически каждый день, да, то оттуда высылаются, то отсюда высылаются, или задерживаются сотрудники посольства, легальные, нелегальные, и вот этот фонд обмена, он расширяется. Это одна сторона. А другая сторона, я думаю, это отпугнуть журналистов вообще. То есть это вот просто, понимаете, сказать журналисту, если ты будешь заниматься тем, чем мы не хотим, чтобы ты занимался, то тогда тебе грозит тюрьма за шпионаж. Ну, это такое, знаете, это пугает. Я думаю, что очень многих это пугает, без сомнения. Логичный шаг Путина и его окружения. Ну, знаете, ну, логичный, да, он может и логичный. Ну, чего мы можем еще от него ожидать, Савик? Ну, они же тужатся сделать что-то на фронте. Не получается. Ну, они пытаются сделать там, где они могут. Не на поле боя, а показать там, где внутри страны они могут включить всю карательную систему. Не правоохранительную, а карательную. И, собственно говоря, начать преследовать западных журналистов. Ну, да, ну, смотрите, Леся, тут как бы, тут, как обычно, да, все надо пытаться смотреть самых разных ракурсов. Вот это заявление Путина, его слова по размещению тактического ядерного вооружения на территории Белоруссии. То есть, во-первых, это говорит о том, что Белоруссия уже давно часть России, и там не надо вообще ничего обсуждать. Разместят где захотят, то есть на Белоруссии. Но это было сделано в программе, то есть эти слова прозвучали, в программе, которая называется «Россия, Кремль, Путин». Это программа Соловьева, ну, там, обычная пропагандистская, там, это вот программа. И, значит, Путин выступал там, то есть он дает как бы эксклюзивное интервью этой программе, ну, он, с моей точки зрения, если послушать, что он говорит, он, в принципе, для вот этого российского, ну, плебса я не хочу называть, но, в общем, плебса людей, то есть русских людей, российских людей, он достаточно убедителен. Понимаете, вот тут есть, вот тоже на это надо обращать внимание. Он говорит там, вот, Запад будет предоставлять снаряды Украине, ну, вот американцы, они там производили 15 тысяч, в следующем году они будут производить 43 тысячи, а мы, как минимум, как минимум, в три раза больше. И танков у нас больше. Ну, правда, там у него с Медведевым расхождение, но Медведева мы в счет как бы не берем. Вот, ну, столько-то танков, столько, знаете, он это говорит людям, а людям в России это нравится. То есть, вот, опрос фонда общественное мнение, то есть ФОМ, да, россиянам нравится, что их боятся. Ну, я понимаю, что ФОМ – это абсолютно государственное учреждение, что это, в общем-то, люди работают так, как им сказано работать, но, тем не менее, то есть россиянам нравится, что их боятся. И Путин на этом играет. Он играет, вот, мир нас боится, мы сильные, вот у нас есть вот это, вот у нас есть вот это, и мы вот это, да. И люди, то есть, ну, им приятно слушать своего президента, который говорит, что, в общем, все нас боятся. Конечно, это очень глубокое и великое, и, к сожалению, пагубное убеждение, абсолютно, потому что, то есть российский народ не понимает, что сегодня главную роль играет мягкая власть. То есть инновации, понимаете, фантазия, изобретения. Ой, вы загнули, Савик, вот вас бы президентом России не выбрали точно. Меня, президентом России, посмотрите на мое лицо. Посмотрите на мое лицо. Мягкая власть, инновации, что еще? Что им еще надо? Они привыкли быть с голой, грязной задницей, но размахивать ядерной дубинкой. Все, счастье. Еще, чтобы боярышника побольше. Ну, или водки, если уж. Леся, но мы же должны найти какой-то, понимаете, потому что эту войну, в том числе, естественно, то есть Украина сейчас является, ну, вот такой и жертвой, с одной стороны, с одной стороны, реально жертвой этой чудовищной, я считаю, чудовищной агрессией, да, чудовищной, а с другой стороны, Украина является как бы вот передовой, это передовая линия в борьбе против вот этих диктатур, которые сейчас как бы формируются в какую-то ось, я, это ось или это какая-то, понимаете, вот диктаторы, они находят между собой общий язык, потому что у них одно понимание, мы вам гарантируем якобы стабильность, а вы нам даете свободу действия. Но все равно, то есть Украина, да, на поле боя Украина, мы надеемся, да, все, в общем, это перевернет. Но с другой стороны, если российская, народ Российской Федерации не начнет выступать против, то тогда это будет очень сложно, понимаете, поэтому каким-то образом там надо как-то пытаться достучаться, как-то пытаться достучаться, понимаете, вот это, я считаю, что это очень важный момент, достучаться до россиян, объяснить им, что сегодня они выступают выступают ровно в той же роли, в которой во время Второй мировой войны выступали гитлеровцы. Вот донести им, если Путин им постоянно говорит, он и сейчас все время говорит о Второй мировой, это не, то есть Великое Отечественное или Второй мировой, ну, Великое Отечественное для него, а Второй мировой для всей планеты, вот он все время к этому примеру прибегает, и как-то им показать, что вот то, что они творят на украинской земле, ничем не отличается от того, что нацисты делали на белорусской земле, к примеру, вот в 41-м и 42-м годах. Но все равно я считаю, что надо пытаться до них донести, надо пытаться с ними разговаривать, потому что очень сложно будет, понимаете, очень сложно в современном мире будет как-то выиграть эту войну без того, чтобы россияне восстали. Смогут в России закрыть Ютуб? В России смогут, захотят смогут. Третье даже, вот, ну, слушайте, они же пытались, у них было несколько раз, когда они Телеграм, вы помните, пытались закрыть, готовились, ничего не получилось, откатили назад. На Ютубе, он же Гугл, завязано огромное количество просто программ, почт, хранилищ. Это же большое обеспечение, на котором работает бизнес-система России, ну, как и на всем остальном, ну, на чем они работают, на западных технологиях, здесь то же самое. То есть там есть, если бы это было вот так, кнопку нажал, они бы уже закрыли, тут у меня нет сомнений. А вот с точки зрения возможности вот технологической. Ну, хорошо, если мы возьмем русский язык и, скажем, на Ютубе самые влиятельные продукты, программы на русском языке, они антикремлевские. Да, я думаю, да. Да, ну, понимаете, можно попытаться количественно, как бы, да, вот с этим бороться, а можно закрыть Ютуб вообще. Вы говорите, смогут ли они это сделать? Ну, это будет очень непопулярная мера. Это очень непопулярная мера, потому что в России Ютубом пользуются ради развлечений, понимаете, или там, понимаете, мода, развлечения, в общем, все остальное, что не имеет отношения вообще никакое к политике государства, такого, как Россия сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова